так ну что меня видно нормально маленько чуть подальше а то только пол головы видать вот такая видеокамера на ноутбуке я уже с экрана смогу чтобы хотя бы я видел голову целиком маленько но я хочу вот что вас попросить собственно говоря этот разговор будет скорее всего пока мы налогом я прошу это безусловно записать выслушать а потом прокомментировать даже скан так осмыслив то что я сказал через некоторое время то есть вот так вот не сразу вот потому что думаю что некоторые вещи нужно осмыслить итак первое то что мне хотелось бы сказать и ответить на недоумение достаточно многих людей почему я был в потеряевке почему и знаете тихон челапкин не интересен но прежде я бы сделал в эту ремарку о том что вот лицемерия она является к сожалению один из самых распространенным пороков любой религиозной элиты собственно 23 глава и ванге от матфея в этом голове господь говорит горе не простым какие-то грешникам и блудницам не на тарям фарисеям а именно религиозной элиты собственно для миссионера для проповедника для священника именно лицемерия являются главным пороком грехи можно влечить глупость можно вразумить как-то научиться чему-то вот лицемерия она очень быстро разъедает человека поэтому итак чем интересен инатий тихонов лапки ну во первых это человек исповедник который пострадал за веру и то что он перенес все это свидетельство о том и как он перенес это свидетельство о том что на человеке была рука божья аскет человек с большой ревностью о вере и и чистоте человек большой эрудицию моей памяти проповедник миссионер с большим опытом лекторской работы апологет причем с положительным образом обращения людей из всех жизни маловерия и грехов то есть первое дальше это человек с полковым опытом организации детского лагеря тот хоть раз организовал детский лагерь хотя бы на неделю но понимает какое это напряжение и каких собственно организаторские таланты для этого требуют далее это педагог с интересным заслуживающим внимание педагогическим опытом в том числе и в отношении есть девиантное поведение и человек который написал 40 томов книг причем не столько смог написать не издать их это тоже очень важный момент далее создал два сайта популярный видеоканал можно говорить о том что в виде беседы в десятки раз интересны люди чем проповеди многих наших простых священников и даже митрополитов до его беседы десять раз интереснее чем видел проповеди беседы его критиков конечно я говорю что без помощи друзей единомышленных все бы это не невозможно было достигнуть нужно оговариваться дальше человек стоял у истоков восстановления целой деревни с определенным ну религиозно-аскетическим складом жизни латкин это человек батарейка я не знаю таких людей которые обладают такой совокупностью талантов и не знаю священников которые умеют делать или делать хотя бы ну 20 процентов от того что делает их на таких лучших латки для меня это человеку которого можно и нужно учиться для меня это очевидно что на вас есть рука божья то есть это первое то есть учиться есть чему даже нужно это делать второе но когда вы обличаете людей это не значит что вы обличаете только попов и архиереев прежде всего я это переношу на самого себя эти обличения прежде воспринимая на себя самого потому что я служил в церкви 15 лет кстати 1 ноября исполнил 15 лет как было уфимским архиереем из-за указа назначения меня руководителя миссионерского отдела уфимской партии я это воспринимаю прежде всего на самого себя все мое служение до до этого можно сказать времени существовало со многими грехами нас и при этом не слушание не проповеди профессия осипова не бесед отца дмитрия смирнова не диакона андрея кураева не проповеди наших священников не привели в моей душе к обличению и самое главное к решительность ускоренить некоторые грехи и недостатки то есть после поездки по деревке и принятия правильного полного погружения сделано не за на то я могу сказать что в моей личной и семейной духовной жизни произошли благоприятные изменения да как я могу ненавидеть и криковать духе сам дурак моего обличителя самый лучший друг я считаю для человека это тот кто его обличает ибо неласки комплименты друзей не молчание в духе всех люблю никого не осуждаю на самом деле не приводит покаяние изменение человека то есть это дает обличение сказано что я считаю с любовью и сказано для того чтобы раздражать человека именно чтобы он возумеется я сижу и смотрю на деревенского старика я сейчас с высшими образованиями кандидатской степени облеченной должности и вопрос почему я не делаю всего того что делать у человека не стыдно поэтому когда я смотрю на лапкина мне действительно стыдно становится и вот это первый этап честности надеюсь за ним последуют уже какие-то ну реальные детьми дела то есть не скрою я скажу так же не потребовалось немало времени чтобы принять себе лапкиновские обличения но тяжелого на самом деле давалось принять вот этой правды собственно я считаю что егнать технич лапкин самый лучший друг русской православной церкви потому что это своими обличениями он приносит на большую пользу то есть вынужден констатировать что за 25 лет немало тиреев и священников и вратили таких самоуверенных лицемерных владык потерявший страя всякий страх божий и это очевидно не только одному деку на протодиаку на андрея кураеву который изменил буквально за последние два года направление своей проповеди ну другой вопрос конечно а в конку к чему в конце концов эти обличения приведут у самого и знать этих лапкина но нам они однозначно полезны следующее его безумные а подчеркиваю безумные критики говорят что лапкин зомбирует я могу сказать чем игнатий технич лапкин зомбирует людей как человек который служил уже 15 лет занимался противодействием тоталитарный секс лапкин мужик большой буквы умный волевой аскетичный высшей степени работящие руки поставлены по цирку ли раз из нужного места это человек больших талантов хулиган воин что он обладает всеми этими качествами настоящего мужчины как это не может привлекать людей ну а кто его критики тряпки подкаблучники интересные разве что только женщины потому что они женоугодник надо честно признать себе что этим критиком что они не интересны юношам они не интересны мужикам вы не воины ваше православие то бабье православие всех люблю никого не осуждают вот пишут что община лапкина тоталитарная секса но скажу честно вы глаза поднимите посмотрите на видео как папа потеряевский глава тоталитарной секции строить плотину тем летом полмиллиона денег благотворителей этот тоталитарный гуру закопал в землю после какой тоталитарной секции это такое было возможно чтобы углу ходящий как бомж и живущий полу бомжатском доме закопал ради своих адептов сотни тысяч рублей в день в землю тебе еще интересный момент кто из его тоталитарной секции работал на плотине то есть там тоталитарный гуру и три его блаженных сотоварища ни одного потеряевского жителя рядом не было то есть если лапкин это тоталитарная секта то по идее этот во первых человек должен обобрать всех своих адептов собрать с них деньги на деньги строить потеряевки следующее но в тоталитарной секты должны быть согнаны все адепты и работы как сказал гуру кстати у нас так и примерно строили свой ашрам в томске воскресенье собирались достаточно новых гришнаитов и за дарма строят ну надо посмотреть собрание общины как адепты его тоталитарной секты противоречат своему гуру какой общине в какой гепархии нашей типа не тоталитарной русско-православной церкви простые прихожане могут так спорить настоятелем или архиере ну надо то внимательно смотреть про тоталитаризм нужно понимать но кто на алтае живут это же кулачё ну кулачатку надо на самом деле очень тяжело зазомбировать все упертые даже тот никита о котором говорят что лакхин вытирает о нем ноги он упертый ведь баранки попробовал зазомбировать теперь пишет об против монашества ну давайте посмотрим человек полвека не с мясом строго соблюдает уставы постов я так не делаю 7 раз в день молится сотнями поклонов жена давно живет за стенкой спит не более пяти часов в сутки одежда самая поношенная то есть человек уже долгие годы живет как монах мира а вот тут очень важный вопрос человек живущий монашеские жизни долго при том что вполне я считаю успешно имеет полное моральное право критиковать монахов и прошлого и нынешнего не есть металла моральное право критиковать но другой вопрос насколько он прав это покажет суд божий но право обличения улапкин и я бы хотел вовратить внимание вы сами у себя посмотрите защитники монашества в кавычках на свое поводу скажите сколько мяса вы съедаете в месяц и сколько водки выпиваете так на самом деле кто против монашества лапкин в своих словах или вы своим образом жизни лицемерие 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 глупость некомпетентность жилось вот что к сожалению я вижу пока в критиках лапкин могу свидетельствовать также то что пока эти люди вот совершенно действительно бесталанты которые не сделали даже пять процентов из того что сделано вами то есть основная масса это действительно наглая молодежь закликнуть человек обличает человека столько сделал что за год не может написать даже одной статьи не говоря о том что проповеди беседы не интересны люди но кстати я бы вас лично попросил больше уже не упоминать отца сергей то есть я считаю что в ноябре над ним совершился божий отец алексей самсонов руководитель миссионерского дела нашей томской партии назначила руководителя центра по проблемам сектор и то есть настосерги сейчас возможно будет обязанность противодействовать более 60 сектор на территории томской области на самом деле я считаю это его конец потому что это не ролики монтировать против православного старика против отца сергия восстанут минимум 60 бесов 60 томских все но и по своему опыту 15 могу сказать что они его сожрут очень быстро потому что главная беда его не некомпетентность не глупость а просто колоссальная лицемерие с этим недостатком миссионеры долго не выживают год-полтора вот но собственно говоря перехожу к второй беседе часть беседы но скажу честно мне действительно тяжело слышали критику своих православных русской православной церкви собратов которые компрометируют к сожалению а свои критики прежде самих себя наше церковное образование епархии где они находятся но собственно говоря терпение действительно мое кончилось и вот сейчас я позволю вас саму кличу да вот я думаю что право у меня на это есть ну во первых за свои 15 лет я смогу достигнуть ну хотя бы процентов 10-15 того что вы сделали я лично читал ваши книги просмотрел около тысячи роликов кстати это делаю когда вложу материалы на сайте не то есть они просто сижу сложа руки не так дальше я что ваши книги наконец я лично вас видел я лично с вами общался и лично видел всех ваших адептов вашей тоталитарной секции в кавычках и потеряю у меня с контакта что есть некая полнота но теперь собственно вопросу в последнее время у меня не попадает уверенность что все таки вас убьют да вот я уже об этом написал но после вашей беседы скажем так честно скажу после военного беснования с антоном гулевичем я поясню для некоторых я лично попросил на техниче пока полтора месяца не выкладывать этот ролик почему я потом скажу но для меня кстати после этого ролика очевидно стал почему вас могут убить а не оказывается я думаю что это вопрос как бы полагал что это предопределенно на самом деле нет не предопределенно это можно хоть и предотвратить и так собственно говоря а почему вы знаете я об этом писал в отношении смерти отца павла адельгейма вы очень влезти по духу то есть вас убьют не потому что вы получите чтобы вы получили больше еще дар больше венцы на небе а для того чтобы вы не растеряли на небе для неба тех великих поводов которые вы сотворили при жизни вы понимаете разницу то есть мы скорее вы очень можете скоро стать человеком который будет подавать больше соблазна собрать им чем поле я внимательно смотрел за вами два года ролики беседы могу сказать что у вас происходит видимое к сожалению все возрастающие деградации ваших проповеднических политических талантов хотя на самом деле при правильном устройстве жизни на самом деле все должно только возрастать с каждым годом все должно становиться лучше ну то есть собственно о ваших нестроениях ваша ума говорят ваши болезни эти болезни как раз отражают проблемы 1 больная спина спина ведь она не для того чтобы прямо держать голову только спина для того чтобы гнуть действительно я могу констатировать ваш ум закостенел и перестал быть гибким он потерял гибкость далее ваша глухота это действительно вы стали плохо слышать про собеседников то есть не слыша собеседников что без сну вам возражает вашу гибко не подстраиваться под ситуацию и высыплите уже стандартные и закостеневшими аргументами вот насчет закостенелости аргументов эти аргументы как мне почему-то кажется из вашего бывшего багажа который вы на себя создали 80-х и начала 90-х годов то есть причем это особо характерно для беседы был индулею чем то есть в качестве аргументов например у нечастом причастия а вы кстати мне до этого ему цитировали только слова и она златооста но есть момент его творение не является частью священного писания то есть например это мы можем твердить слова апостола павла как человеком положено однажды умереть и потом в споре с кришнаитами и другими адептами которые исповедуют веру в реинкарнации то есть это мы можем твердить это так стал господь все это не споры дальше я это не обсуждаю но вопрос в том что святитель явно это человек который кстати ошибался например выборе конца света вам это не приходило на ум что в его времена произошло действительно литургическое глаз охлаждение и он этого не осознавал даже он просто констатировал факт этого почему вы не подумали что например так же как он в русской православной церкви принято причащаться четыре раза в год все такая была аргументация он воспринимал это вполне естественно что люди могли причащаться один два раза в год то есть это первое мне бы очень хотелось чтобы вы расширяли свои аргументы тем более у вас есть время у вас есть человек который учится в семинарии у нее есть доступы к большой библиотеке свеотопической то есть к сожалению я могу свидетельствовать о том что у вас есть предвзятость то есть вы игнорируете часто эти аргументы которые не соответствуют системе следующая очень очевидно уже последнее время крайне раздражительность при беседе особенно сапонистами вот вот кстати небезызвестный вам отец алексей самсонов как этим летом в проповеди ну рассказывал по учению святых отцов о раздражительной части души все однозначно у вас действительно эта раздражительная часть души очень развитая которая собственно говоря делает вас действительно очень деятельным человеком потому что ну это в высшей степени вы деятельный человек то есть эта раздражительная часть порождает еще другие вещи эмоциональность конечно и вспыльчивость если вы пишете стихи эмоциональная афера вы можете нередко плачать о чем вы сами говорите но увы вот это действительно естественное свойство души вы очень быстро входите в раздражительность и с каждым годом вы к сожалению перестаете контролировать я кстати тоже достаточно быстро могу ввести в раздражительность то есть вот здесь надо еще больше сдерживать потому что как-то считается что люди старшего поколения это люди умеренные эмоции дальше вот вы в беседе с антономом жалеевичем опять как раз сказали что причащающий бесноватый но скажу честно в этой беседе вы оба бесновались и сторонник частого причастия и сторонник его редкого причастия то есть вот для вас это очевидно что это было искушение которое господь попустил для того чтобы показать ваше обоюдное неправие что я могу еще видеть это однобокое восприятие искушений вы уже не нельзя максим максим вы ушли совсем не видно только гладко глаз поднимите маленько повыше ушли еще на половину вот так первое однобокое восприятие искушений нельзя их воспринимать как только польские цитаны потому что ну не на палку нужно обращать внимание тот что делать упал но из своего пута скажу то есть у меня было время когда мне на почту начали срать послать просто откровенные ругательства сектор ну конечно это происки бесовки но я подумал для чего это делать что мне господь хочет этим показать показать и максим все-таки чай горды чеславный что я сделал я создал специально страницу на сайте я назвал его наши награды и благословения и там публикую всю гадость которую мне написали в том числе откровенные сквернослови я публикую то есть меня критикуют а я эту критику выкладываю это есть у вас я не буду отрицать и вы знаете через некоторое время вот эти сквернослови перестали приходить ну то есть зачем мне показывать слабость если слабость закончится вот например я ссорюсь я с матерью режим видимо на самом деле они как-то неправы но что господь хочет показать если с женой ну да судя по всему какая-то супружеская похоть слишком многое стало с матерью ссориться ну господь показывает что нет послушания родительское поэтому подумайте пожалуйста даже что господь даже это действительно часто абсолютно некомпетентную лживую критику господь хочет показать и показать что при расслабленном ваши слабые части вашей духовной жизни дело в том что без монашеса православие может без ващей почитание икон православие может быть но без причастия мы тарсты божий не увидим вот обратить внимание уже достаточно много этот вопрос серьезно уподнимает то есть ведь все господь хочет показать потому что я мое мнение ваша серьезно на самом деле заблуждение ошибка в том что вы установили количество причастия четыре раза в год именно четко установленное количество а также от контакт слишком уж вы больно утверждает что люди все часто причащающие подвесноватые на самом деле ведь стоило только лишь а ведь идея это правильная и что его просто сказать друзья мы нужно проходить причастие с рассуждением если есть грехи попадающие по пяти минут не причащается выдержите эти сроки пяти минут пока не оканчивается это собственно говоря ограничение не причащайтесь дерзновенно потому что вы действительно можете болеть и от этого погибли и вы должны причащаться то как побуждает ваша душа то есть не выбирать какой-то строки ну если бы так бы сказал бы ну я думаю кто бы вам мог выбрать ну собственно говоря вот подведем итоги если вы играете тихо ночью это моя позиция то есть то что мне пришло на душу если действительно сейчас на счете слушать собеседников особенно понятных если не сделаете свой ум гибкий если не будете развивать свою проповедничество аргументацию держать эмоциональность пришлутся к тому что господь пытается вам лично когда через искушение как показать недостатки то действительно вы можете стать человеком который приводит больше соблазнов чем учителем и проповедником законов но собственно говоря все что я вам хотел сказать прошу сейчас подумать причем день-два ну и потом собственно прокомментировать как вы обычный ну собственно говоря все крепко вас обнимаю хабаши дима лида всегда с уважением нет как как раз я как раз вот здесь важно что лучше это позже здесь это очень важно продумать я хотел сказать вы не против что это у нас выставляется в интернет конечно я это специально сделал для этого я прекрасно согласен было я не смогла брат я хотел сказать относительно лицемерия у евреев я прочитал они говорят если в мире существует 10 6 лицемерия то 9 из них в иерусалиме я этот экстраполирую на сегодняшнее если есть и действительно так вот заговорил говорит богатый превознеси до облаков заговорил бедный говорит а кто такой сирахов об этом говорит вот но я бы комментировать чуть-чуть маленько только сказать относительно того что другие доводы как-то где-то говорить я говорю другие доводы но так как приходит много людей по 1 идут мне приходится ну уже опробированное говорить священное писание занимает у меня там 9 десятых часть где-то и жития бывает где-то но все время менять и выходит что у меня что-то отработал это священное писание его все время определенными словами я вот еще хотел вам сказать если вас будут вызывать где-то я очень прошу прислушаться к опыту которого александр андрусенко он им сказал говорит хорошо но я только все буду записывать нам на видео и все отошли лапкину там священник он поташли больше ни разу не подошли вот такое дело это большое дело они начинают переначивать свои слова и говорить я попрошу сделать это что ваш когда будете беседовать там ну может быть вызовут к епископу и записать это все прям поставьте условия такое а вот кстати вы хорошо что это вспомнили ну то есть есть некоторые аргументы ну вот ходит безумный старик все записывает вот чёрт сейчас он делает а на самом деле если посмотреть на исторические книги верхнего завета обратите внимание евреи очень скрупулезно записывали всю жизнь себя и своих царей причем абсолютно честно записывали и победы и поражения и грехи и мерзости поэтому если бы три тысячи лет назад у евреев была видеокамера то пуп сейчас смотрели бы еще и видеозапись на самом деле вот эта открытость она не является порог потому что я знаю я и ваши критики вот так честно не могут записывать я даже бояться даже беседы в воскресной школе записывать потому что этот страх что ты про вас скажешь глупость это твоя глупость станет очевидными она преследует поэтому вот эта открытость на самом деле я не считаю порог на одной стороны действительно можно посмотреть на человека но все же в некоторых аргументах особенно например если в полемике по причастию на самом деле это очень серьезный вопрос а ведь надо все-таки принятие и тех святых оттов а я его высылал кстати статьи которые высказывались за или например добавить еще какие-нибудь святых оттов а ведь безусловно они есть кроме анна за того я говорю вот в таких вещах то есть безусловно повторение мать учения именно то что вы неоднократно долбили одни и те же грехи у людей ну и у меня тоже продолбил это повторение правильное но все же аргументы можно и нужно расширить так если вы позволите еще сказать об этом относительно тоталитарной секты дело в общем когда меня арестовали то проверяет судебная медэкспертиза отсылает у нас барнаул через новокузнец в кемерово психиатрическая судебная психиатрия я там отбыл у меня в книге до слова божия нет уз показано проверены нормально отдать под суд я своим обличителям говорю вас то еще не проверяли у вас никаких документов нет нормально или нет вот так тоталитарно тут у нас вышли двое были они начали это делать пакости но пришлось разбираться в суде специальная государственная экспертиза у меня в книгах все это указано все проверено там такие специалисты были ничего нигде даже про полпроцента нет тоталитарного а они долго то есть если бы они были рядом я бы их предупредил друзья будем разбираться в другом месте у мирских я имею это право они бы заглохли не было ничего и за подрыв деловой репутации они бы заплатили даже так что их предупредить и скажите этот вопрос решенный на государственном уровне ничего этого нет тем вы хорошо на самом деле не совсем даже обязательно потому что к сожалению эта проблема наше все общество тогда ну скажем так мужское волевое поведение у меня обществе и подкаблучники воспринимается как какой-то деспотизм и тоталитарий к нам приехал игомен кирилл сахаров с берсеневки от христа храма спасителя там метров 200 всего и он приехал с группой учащихся и сопровождали там сестры еще были и он об этом написал для книги в книге для слова божия нет уз там на земле алтайской и он подчеркнул дать я был с игнатием ну там сколько там он где этом 10 больше то и с утра до вечера он был со мной записывал все время тогда был магнитофон у него или рукой писал и он особенно подчеркнул никакой скучноты никаких повторов с утра до вечера потому что это новый человек а когда вы много роликов слушаете а я беседую с разными людьми у меня ну конечно повтора это естественно повторы мы считаем даже послание апостола павла у него повторов или если же псалмы 13 52 буква в букву псалом но мне по-другому никак нельзя мне нужно успеть главное сказать допустим про иконы я знаю это пять мест писания мне не надо другие брать они четко отрублены на самом деле я не это я понимаю но обратите внимание то есть это на немножко рассмыслить то есть все равно аргументацию вам надо расширять да да даже для тех людей которые слушают вас долго полезно ну да действительно что-то хочется и новое глотнуть а а все постоянно то и тоже поэтому безусловно уже для тех кто долго аргументацию надо расширять это в этом кстати скажем так талант у кураевых он умеет вытянуть новую аргументацию вот каждый какой-то проповеди слушаешь и находишь абсолютно что-то новое есть в чем у него получить так меня сегодня предупредили что если брата максима степаненко будут вызывать будут там на него вы должны обратиться может быть даже к опыту андрея кураева сделать это общественно известным пусть люди рассудят потому что смотрите андрей кураев все выставляет в этом вопросе они против вас ничего не могут говорить даже сравнивать не надо там самсонов что говорит и поэтому вы тоже им скажите скажите я это все официально сделал известным потому что прозрачные доходы прозрачная наша душа нам доверия больше то мы не купируем не вырезаем нигде ничего это их охлаждает очень сильно маленький момент маленький на самом деле то что будет происходить я просто поясню ситуацию для меня стало давно уже очевидно все достаточно уже давно понятно проговорено проработаны все моменты для чего это делается я тоже кстати понимаю и может быть дай бог как-нибудь потом в личной беседе не по skype мы поговорим об этом месте конечно господь позволит но то есть на самом деле все что происходит мне и что я должен сделать для меня ужасен да ну совет принял благодарю за вас многие молятся как впереди подставляет слово гонимые вот у меня допустим отдельно я молюсь когда отдельно болящие отдельно путешествующие а вы входите в тех которых сильно гонит ну на самом деле это обычная штатная ситуация миссионера обычно штатная боевая благодарю вот брат сердечно благодарю да сохранит вас господь на многие лета всех благ жду разбора вы подумайте конечно когда вы на меня выйдете я разбор буду говорить вам конкретно прям на самом деле вот не на душе лежит что вы прокомментировали причем больше скажем так второе это надо действительно смысл это то что мне было на душу то что обязательно это без вас я отдельно до отдельный ролик сделать ну вот вы например смотрите эти ролики которые на обличе телеваткина раз слова прокомментировали раз слова прокомментировать я не положено здесь комментировать комментировать нечего я не не беру за еще комитет когда вы сейчас сказали допустим о лицемерии вам сказал я не перед одним человеком никогда не лицемерно у меня это вообще не было я не знаю даже градации выше ниже маленький пример у нас был здесь архиепископ потом митрополит ставропольский гидеон до кукин у него красноярский край новосибирская область алтай кемеровская тува вот столько присоединялся и томская еще парке то время было и вот он когда уезжала у нас такие с ним были беседы полная приемная у него священников и он никого не принимает меня завел и дальше сидим беседом я уж прошу его примите подождут и вот он когда уезжал больше часа беседовали неоднократно так очень крепко я звал на благовестие его и когда он уезжал мне передали в тобольске прощальную речь он сказал я 13 лет служил все вы лицемеры у меня только один человек был который мне правду в глаза говорил понимаете как это в конце концов проходит перемалывается и тогда он человек видит да так я сказал допустим я говорю громким голосом я плохо слышу естественно я всегда говорю громко относительно раздражение даже в этом тут че буду комментировать я попытаюсь удержать он не слышит ну и все дальше не с того же говорить вот что значит раздражение я не в таких переплетах было и вообще этого не было раздражение какое рядом когда у меня что-то есть когда человек разломал или что-то я тогда говорю ему конечно повышенными тонами а что раздражился или не вышел вышел из себя я вообще это состояние не знаю даже да я принимаю нужно сказать спокойно но вы только сказали мне вот то 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 отведи от себя человека то я отвечаю он уже там то есть наше мнение здесь совпадают буквально везде вот были вот почему вас не смутило на на костре когда мы стояли подняли все руки то видите как мне не надо объяснять на всяком месте уже поднимает руки без левое сомнение не поднимает значит там гнев и сомнения мы поднимаем и вы все это восприняли как когда были то и вы засняли это все пусть они покажут то что в чем обвиняют в этом плане то ничего они не могут показать нету вы показали там плотина на дороге сколько мы вручную трое всего 300 деревьев повалили то понимаешь я не раздражаясь просто громко говорю и подергая это пилу эту это господь сделал и сколько сделали сейчас приезжают люди они это не могут поверить это что вы трое там иногда и это полчеловека это ребята братья работали и разве только это нам просто заповедано это трудиться своими руками дабы было еще уделять нуждающимся но как апостол по яков говорит покажи веру твою без дел твоих а я покажу из дел моих а чё говорит то когда дела не каждый день идут тогда потому что говорить нужно много но евангелие четко говорит о том что суди вы будете по делам до дела не словам надо притягиваться потому что человек даже если моловший чё попало в жизни но покаявший своих словах но имевший много скажем так масло заготовленного как плоды своих дел получит оправдание но двадцать пятая глава евангелия от матфея слова то слова мы когда молимся добавляем вот специально это по по лесовке там по десятке то и когда молимся святым мы говорим господи и ангелу хранителю чтобы я не велся бесплодным на вышел на встречу тебе с горящим светильником истинной веры и сосудом полным или добрых дел с отделанных духе святом с любовью да это но молитва начинает это самопальная как самопальная написано открывайте свои желания перед богом но они совершенно не такие что я буду там отвечать или как-то апостол павел тоже говорил на повышенных тонах ты враг всякой правды сын дьявола ясно что не шоптал на ухо ему до каких время до каких пор будешь совращать прямых путей господи вот сейчас к вам выйти беседу это время у нас идут занятия по по интернету там насыплялось сколько-то но я успел сказать одно дело чудо 9 глава деяния апостолов чудеса почему я зато вот говорит я не нуждаюсь в чудесах я коротко коснулся его а дальше поясняю антихрист сатана любой чудо может сделать которые делают дети божий бросил моисей жезл змеи волхвы бросили но наступает момент где они не могут но кто-то сможет больше колдун такой как киприан карпагенский но есть одно чудо единственное которое антихрист не сможет сделать 8 глава 3 стих псалом изус младенцев и грудных детей устроил хвалу запятая дабы сделать безмолвным врага и мстители я натоус говорит никогда не сделать так почему у нас на это чудо не обращает внимание что духовно ослабленных людей которые только рождаются чтобы они воздали хвалу на высшую ступень молитвенно состояние поднялись просительное благодарственное охвалебно это третья ангельская ступень вот к этому надо стремиться как оригинал эта платформа выше которой ангелы не поднимаются они только приходят их ничему не учат я каждый день получаю столько свидетельств благодарности за наш видеоканал люди приходят а которые обречители говорят ни одного положительного отзыва в их адрес не было я знаю один раз ответил я в этом кстати хотел тоже сказать это должны понимать критики кстати ваши у благодать буквально на днях специально под наш почти разговор и опубликовал статью о благодарности то есть дело в том что именно неблагодарность человеку который или или к богу человеку который тебе что-то сделал доброго чему-то научил она к сожалению является основой предательства деградации безумия ну то есть к чему приводит неблагодарность бога то написано в апостоле павлов первой главе послания кримлян то есть именно неблагодарность приводит к безумию да вот неблагодарность человеку который чему-то тебя научил это очень важный момент приводит к тому что ты лишаешься всего того что часть это дал еще больше деградирует неблагодарность если ты признаешь человека действительно к чему-то умному и талантливому глупцу это приводит к тому что ты вокруг себя начнешь собирать таких же глупцов и действительно безумных людей вот такой пример уже из моей любимой темы о подкаблучниках то есть например где девочка примет к сожалению так бывает при прямом или косвенном внушении матери что ее радует отец который в жизни чудо достигну придурок козел его гвоздя забить не может негодный мужик она это примет отец на самом деле чудо достигну она выйдет замуж за абсолютного дегенератор то есть если ты посчитаешь что твой компетентный сотрудник является глупец следующим шагом против увольнения будет то что ты себе возьмешь абсолютно некомпетентного и даже безумного человека отводил превратиться в дурдом прямого в переносном смысле слова вот это очень важно понимать нужно кстати критика и вот в этом кстати серьезная беда отца сергия так вопрос к вам скажите как бы вы хотели назвать этот ролик а это уже на ваше усмотрение но мне хотелось бы узнать как приблизительно фамилию вашим указать можете указывать конечно я для этого и раскрылся собственно говоря что я делал в потеряевке и почему мне интересен вас можно и так сказать давайте так я немножко подумаю вопрос задали а потом скайпе вам пишу сегодня сделайте потому что сейчас я укутру поставлю уже хорошо хорошо так сердечно благодарю обнимаю целую во имя в радость господь вот максим понимаете это смело очень человек он не побоялся тогда это слово сказал на женщин бы как на него поднялись то я его знать не знал почему нас господь сразу так соединил вот это дух ревности в нем он не его нельзя сокрыть никак ведь он увидел вот даже нападает во время нападок он показывает то что другие не хотят видеть нет комментировать я ничего не буду тут все уже сказано было комментировать 90 процентов положительного сказал ну не просто положительно а соответствующей действительности на остальное еще говорил ну как ему это видится я же это опровергать не буду мне легче согласиться да так да не думал да приблизил да раздражился ну и все прости меня господи где раздражился где-нибудь сказано его не вовремя что-то но я хотел как лучше я не был безразличен горю потому что люди не знают и говорят против монахов никогда нигде я за то что в монахе люди были то есть одинокий и шли и проповедовали не за стенами сидели мощи вот обвинение то других то против меня нету я против мощей наоборот я говорю все мощи изъять и со сакой макс всякой максимальной святостью с патриаршем хором с патриархом захоронить самом святом месте может быть храме христа спасителя в прах ты и в прах возвратишься вот и все канона каноны я же об этом говорил у них обвинения то никаких нету а просто видимо не чем заниматься как-то человек если молится будет или он кого-то преследовать да даже говорить страшно для меня сейчас такие события разворачиваются с этой сирии снаряды полетели говорят ошибка была какая-то в турции турция объявила войну в любой момент пойдет а там бомбиться русские русские это значит уже война с турцией будет вот времена такие подходят вплотную подошли это ли нам какие-то еще я не знаю кто как они говорят я-то ни в ком этого не вижу но сказал один раз у меня тема есть о войне обо всем обороне ну нету нету я один раз сказал на этом конец да благословит господь максима я так боюсь за него потому что они рядом живут эти люди просто неукротимой яростью идут если он говорит положительно они будут его сейчас допекать жаловаться чтобы год бог его сохранил да помилует его господь я рад что мы познакомились с ним что у нас был ну и все остальное что было но не обыкновенный человек смелости своей он всех их превосходит сохрани его господи да